Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Молочные реки, сырные берега. Семья фермеров из Ядринского района раскрыла секрет изготовления фирменной брынзы. В приоритете дороги. На заседании президиума по стратегическому развитию обсудили вопросы формирования дорожных фондов. Красный свет, дороги нет. Самые юные пешеходы приняли участие в городской олимпиаде по дорожной безопасности. Что нужно работодателям и что им могут предложить завтрашние выпускники? Об этом шла речь за круглым столом в Волжском филиале Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. На специалистов технического профиля на рынке труда всегда есть спрос. А учитывая специфику вуза, автодорожное хозяйство безработица выпускникам МАДИ не грозит точно. Отрасль нуждается в квалифицированных кадрах, отметил глава Чуваши. У вас тоже огромные возможности. Почему я так говорю? Потому что специальная строка дорожного фонда сегодня позволяет выделять огромные средства для строительства дорог, для реконструкции, для содержания. Дополнительные специалисты нужны, дополнительные мастера своего дела просто нужны. После разговора с Михаилом Игнатьевым студенты встретились с представителями автодорожных, строительных и других организаций. Речь шла о возможностях трудоустройства. Ольга Пырочкина, Дина Кустова, Расиль Мухаммедов, Республика. Глава Чуваши принял участие в заседании Президиума по стратегическому развитию, которое провел председатель правительства России Дмитрий Медведев в режиме видеоконференции. Обсудили вопросы формирования и использования региональных дорожных фондов. В этом году в рамках приоритетного проекта будет построено, реконструировано и отремонтировано около 5000 километров дорог, отметил председатель правительства России. На эти цели регионам уже выделено более 30 миллиардов рублей. Важно, чтобы средства максимально быстро дошли до регионов. Информировать население и объявлять конкурсы на выполнение работ необходимо уже сейчас, подчеркнул премьер-министр. Важно наладить обратную связь, использовать для этого современные средства коммуникации. Любой человек, которому небезразлично место его жительства, должен иметь возможность узнать, какие участки дорог будут ремонтироваться, когда они будут ремонтироваться. В полном соответствии с правилами должны быть проведены конкурсы. Люди должны получить информацию об объектах, которые попали в программу. Ну и, конечно, иметь возможность через общественное слушание влиять на те решения, которые принимаются. Объем дорожного фонда Чуваши в 2017 году предусмотрен в сумме 5 с лишним миллиардов рублей, которые пойдут на строительство и ремонт дорог. Еще 625 миллиардов рублей республика получит из федерального бюджета по программе «Безопасные и качественные дороги». Дмитрий Медведев отчитался сегодня о работе правительства в 2016 году перед Госдумой. О чем шла речь, расскажет депутат Алена Аршинова. Она на связи по телефону. Говорили сегодня и о тяжелых моментах, о проблемах, о том, что пока не получилось. И говорили о том, какие результаты достигнуты. В частности, из-за минусов упоминалось, что пока пенсионное обеспечение не соответствует тем желаниям и самого правительства, и самих пенсионеров, что и социальная инфраструктура обслуживания пенсионеров постарела, и уровень пенсионных начислений мал. И необходимо дорабатывать. Говорили и о том, что необходимо вкладывать больше денег в сферу образования. И договорились о том, что из дополнительных доходов будет предусмотрено дополнительные 10 миллиардов рублей на строительство школ. По образованию уже не раз я подчеркивала, что Чуваша здесь старается быть чисел лидеров, потому как в основные приоритетные проекты в сфере образования мы попали. Это касается и размещения инжинирингового центра на базе Чигу, это как раз касается размещения межрегионального центра компетенции в ЛОПКИОС в нашем колледже, в Чебоксарах. Это касается других проектов, это выполнение программы по детским садам, это строительство большими темпами сейчас школ. И, конечно, очень важно сейчас прорабатывать и дорабатывать в других сферах. В Чебоксарах индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей. Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии возбудило уголовное дело. По версии следствия, в городе Чебоксара подозреваемый, осуществляя предпринимательскую деятельность, связанную с оптовой торговлей моторным топливом и оказанием услуг в сфере деятельности ресторанов и кафе, уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость за третий квартал 2013 года и на доходы физических лиц за 2013-2014 годы на общую сумму около 30 миллионов 800 тысяч рублей, отразив заведомо ложные сведения о соответствующих налоговых декларациях о якобы осуществленных финансово-ходительных операциях, в том числе связанных с капитальным ремонтом, принадлежащих ему музейно-ресторанного комплекса и автозаправочных станций. Пресс-служба следственного управления также сообщает, уголовное дело может быть прекращено, если подозреваемый возместит ущерб, причиненный бюджету. Заплати налоги и спи спокойно. Судебные приставы провели совместный рейс налоговиками республики по взысканию задолженности. Объектом проверки стал торговый комплекс «Ярмарка». В ходе рейда сотрудники исполнительных органов взыскали более 70 тысяч рублей и наложили арест на продукцию. У должников есть 10 дней на добровольное погашение задолженности. С начала года проведено 67 совместных проверок. Охвачено 770 налогоплательщиков должников, из них юридический рейс 109, граждан и предприниматели 661. В ходе рейда взыскано 5 миллионов 132 тысячи, проведено арестов на 878 тысяч рублей. Юные пешеходы – самые уязвимые участники дорожного движения. С начала года на территории города Чебоксары зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. ГИБДД совместно с городским управлением образования проводят встречи со школьниками, рассказывают о правилах поведения на дороге. Ежегодно учащиеся городских школ, лицеев и гимназий принимают участие в Олимпиаде по ПДД, сдают своеобразные дорожные экзамены. Площадкой для проведения Олимпиады в этом году стал Дворец детского и юношеского творчества. 15 команд, победители школьного этапа на правах лучших, сегодня защищали честь своей школы на городской Олимпиаде. Кто будет представлять Чебоксары на республиканском уровне, знают мои коллеги Галина Писторчук и Андрей Спиридонов. Мальчишки и девчонки, а также их родители, о правилах движения услышать не хотите ли? Услышать, рассказать и показать. В программе Олимпиады практика и теория. Чебоксарским школьникам пришлось не только отвечать на сложные вопросы о дорожных знаках, разметке, истории ПДД, но и оказывать экстренную медицинскую помощь, накладывать жгут, делать непрямой массаж сердца, останавливать артериальное кровотечение. Мы с ними ничего не будем делать, потому что мы можем их неправильно туда впихнуть и станет еще хуже. Поэтому мы это останем врачам. А мы наложим стерильную салфетку. Дальше нужно наложить бинт. Кстати, Юлия Ксенофонтова вместе со своей командой БЭМС – одна из немногих, кто получил высокий балл за знания правил оказания первой медицинской помощи. Мы очень долго готовились, проходили билеты. Это все-таки командная работа, тут нужна сплоченность. Я думаю, что эти знания мне пригодятся, так как в будущем я сама планирую стать водителем. И мало ли что, не дай бог, конечно, но может быть какая-то чрезвычайная ситуация, авария или что-нибудь еще. Первая медицинская помощь всегда необходима. Самым сложным для многих оказался конкурс фигурного вождения велосипеда. Строгая жюри оценивала время и чистоту прохождения дистанции. Кроме этого, капитанам команд пришлось выучить жесты регулировщикам. Организатор отмечает, что ребята отнеслись к Олимпиаде со всей ответственностью и показали высокий уровень знаний. Данное мероприятие у нас проводится уже 27-й раз совместно с управлением отдела образования города Чебоксары. После подведения итогов стало известно, что на республиканском этапе 11 мая город Чебоксары будут представлять командой трех школ номер 20, 54 и 45. А в ГИБДД уверены, что знания, которые дети получают благодаря подобным Олимпиадам, должны помочь им в будущем. И среди этих школьников нарушителей ПДД точно не будет. В марте этого года в Чебоксарах стартовал уникальный проект «Универсальный мобильный помощник». Его цель – обучить незрячих и слабовидящих людей пользоваться сенсорными устройствами. Увидеть мир с помощью телефона или планшета теперь может каждый. Социальный проект «Универсальный мобильный помощник» реализуется в 11 регионах России. Разработали его специалисты Центра реабилитации инвалидов по зрению Камирата в Нижнем Новгороде. От Чувашии успешно прошел программу обучения незрячий специалист Николай Парахин. Теперь рассказывает об успехах уже своих учеников. За это время люди уже научились пользоваться сенсорным телефоном, вводить, редактировать текст, набирать номер, звонить, создавать контакты. Люди научились распознавать денежные копюры с помощью специальной программы «BlindDroid Wallet». Люди научились читать книги. Курсы проходят с понедельника по пятницу в библиотеке имени Льва Толстого и длятся две недели. Это время, за которое у незрячих людей в корне меняется восприятие мира. Программы расскажут и об уровне освещенности, и о том, какого цвета предметы, одежда. Озвучат цены в магазине, прочитают название лекарства в аптеке. Но и это еще не все. Например, для студентов это полезно тем, что это устройство, они выполняют и функцию диктофона, на который они могут записать лекции. Также они могут там закатать аудиокниги. И уже даже перемещаясь в общественном транспорте, они могут готовиться к заданиям. В рамках проекта каждый регион должен обучить пользоваться смартфоном не менее 12 человек. Но это никак не ограничивает желающих записаться на полезные курсы и обрести помощника. Я еще раньше была знакома с сенсорным устройством, но знала, умела не очень много. Сейчас изучила много полезных функций. И телефон стал хорошим помощником для меня, почти другом и почти что членом семьи. Курсы закончатся отборочным республиканским конкурсом в начале июня этого года. Самый лучший ученик представит Чувашию на всероссийском уровне в Нижнем Новгороде. И поборется за право стать лучшим пользователем сенсорного устройства. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика. Брынза в домашних условиях. Семья Филипповых из села Советское Ядренского района не первый год занимается изготовлением этого полезного продукта. Секретами вкусного сыра они поделились и с нашей съемочной группой. В этой баночке секрет хорошей брынзы. Специальная закваска по-филипповски состоит из рисовой крупы, фасоли, яиц зерен и высушенных потрохов молодого козленка. 70 граммов на 7 литр молока. Все смешать и довести до кипения. Ждем 40 минут. А в это время можно познакомиться и с самими козами. Кстати, первая коза в семье Филипповых появилась еще 16 лет тому назад. С тех пор поголовье скота увеличилось разы. Каждую из своих коз Владислав Филиппов знает по имени. Козы как бы они более такие игристые, нежные. Ну, с ними общаться даже можно. Уход как бы поменьше за ними надо. Вот у них здесь теплая подстилка. Она всю зиму здесь накапливается. Снизу подогревает. И они круглый год практически можно сказать. И зимой даже вот здесь вот. За Анинские, Тагенбургские, русские белые. Каких только пород у Филипповых нет. Одни славятся высоким надоем, другие плодовитостью. Русские козы, например, с легкостью переносят климатические условия нашей полосы. Неприхотливы в уходе и способны давать до 600 килограммов молока в год. В этой семье никто не сидит без дела. Дочь Виктория сразу после школы спешит к своим любимым козочкам. Я люблю козы. Они вот красивые, любящие. Очень молоко их люблю. Вот позову, тоже понимают. Прибегают ко мне. Даю я их тоже. Разговариваю с ними. Понимают они меня. Да, Катя? О пользе козьего молока известно давно. Это просто удивительный напиток. Полезный для зрения, кожи, костей, зубов. По составу она наиболее близка к материнскому. Поэтому его можно давать и малышам. А маленьких козлят можно сравнить разве что с котятами. Они такие же ласковые и милые. Вот и нашего оператора не оставили равнодушным. Между тем сыр почти готов. Осталось процедить и поместить в тару с соленой водой. Через несколько часов брынза уже готова к употреблению. Вот так, легко и просто. А самое главное, полезно для здоровья. Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Штормовое предупреждение. В четверг в Чувашии ожидается снегопад века. Такими заголовками пестрит информационная лента. Завтра в Чувашии ожидается аномальная погода для этого времени года. Портал «Погода-21» сообщает, что за двое суток в республике может выпасть до 20 сантиметров снега. Другой портал «Гесметио» прогнозирует также снег и заморозки до минус 4 градусов. Автовладельцев просят воздержаться от поездок на личном транспорте. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. А впереди вас еще ждет полезная информация. Если вы решили сделать ремонт, тогда отправляйтесь в торговый дом «Юрат». Компания располагает собственными торговыми и складскими комплексами, что позволяет удовлетворить любые запросы покупателей. Сегодня мы решили посетить четвертый корпус торгового комплекса. Он представляет собой три этажа. На первом этаже представлена керамическая плитка, мозаика, керамогранит, а также сухие строительные смеси. Здесь же дизайнеры могут разработать проект вашей квартиры, что позволит, не выходя из павильона, оценить сочетание цветов и рассчитать общую стоимость вашей покупки. Переходим на второй этаж. Для удобства здесь работает лифт. Представленный здесь ассортимент доказывает, что ремонт может быть недорогим и качественным одновременно. Сантехника, мебель для ванных комнат, ванны, душевые кабины, унитазы, раковины, биде, обои и оригинальные предметы интерьера. Все для ремонта и благоустройства вашего дома. Многие представляют компанию «Юрат» как электротехническую, что у нас продаются лампочки, люстры, провода. Мне бы хотелось немножко разрушить этот стереотип, потому что компания «Юрат» – это очень многопрофильная компания. У нас более 150 тысяч номинований продукции на сегодняшний момент. И каждый год этот ассортимент расширяется и растет. А буквально в этом году мы открыли салон модной сантехники, где самый изысканный покупатель может найти все самое необходимое, интересное, последние бренды, всех европейских компаний. Отдел модной сантехники, расположенный на третьем этаже, может утолить самые тонкие и изысканные вкусы покупателей. Дизайнерские новинки и модернизированная классика – все в одном месте. Ну а снять усталость и взвесить решения о покупках можно в специальной зоне отдыха для посетителей. Здесь все для вашего комфорта. Делайте покупки с умом, открывайте новые и создавайте свой стиль вместе с торговым домом «Юрат». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова